Здравствуйте. Представьте, пожалуйста. Пётр Иванович Яркин. Скажите, у вас было ощущение надвигающей войны? И в чём оно проявляло? В 43-м году ещё милетку окончил. Собрали в ноябре месяце. В 43-м году. В конце году уже на фронт. А как вы узнали о начале войны? Как всё? Война началась в чем-то? Через радио, может, близких? Радио и всё. Везде сообщали. А какова была ваша реакция к вашим близким? Всё нормально, да всё. Дети, дети были. Не соображали, что такое. Семилетку окончил. Семилетку окончил. И полгода, что ли, гулял. Да, в армию призывали. В 43-м году, в 26-м году. И как вы, в какую армию попали? Помните? Как вас призвали? Месяц в карантине жили. Два месяца учились. Жили на городе. А вы? Посвободил город Петченге. Кольский полуостров. А потом от Норвегии там перешли. С Норвегии в Дальний Восток. Японии воевали. А ещё в каких сражениях принимали участие? Японии воевали концу. Обратно нас начали. Я уже от служины на севере. Свои службы. Ну, командир областный Владимир. Командир у нас в чате. На Восток. На Востоке война началась. Вот и туда. Там победы проводили в Японии. Обратным своим честью. Где я служил, призывал меня. Вот в Архангельске. Вот в Архангельске. Там служил. Ну, давно рассказали. Вот в Салихад. Я попал в Салихад. В Салихаде обслужил. Срок. А что Вы думали тогда о причинах войны? Что думали? Победили. Победили. Веселились. Плясали. Пели. Какова была причина с начала войны? По началу войны как? Конечно, даже залей. Война, бомбят везде. Сначала деревни везутки. А когда приехал, сам видел. Вот что такое война. Посмотрел глазами своим. Самолёты день и ночь летят. Бомбят города. Уничтожают. Дома горят. Вот что такое война. И пришлось к самому. А как вот сталкивались? Ну, бытовые трудности, вот как их решали? Были? Трудности. Да. Ну, конечно, где болотуешь, где это? Там квартиры нет. Летом, зимой, под снегом. Ночевали в снегу. Снег выкапывается. Вот. Вот. Сломаюсь. Последний, что на хвою лежали. Тут тревога. Только сделаешь. Скворчиться. Бегу. Эд. Вперёд. Вот. И война. Так оно. Всё. Там. Не спишь, как в доме. Лежишь. Часть-полчаса уснулся. Тревога. Самолёты прилетят. Или артиллерии начнут стрелять. Встанешь, айда. Вперёд. Тоже на атаку. Был я пулемётчиком. Тоже был в этом. Будь здоров. Мне дали орден по течению войны. Орден. Слава. Этот. Вся вот. Влагу дали. Мне дали. Вот так. Восемь лет служил. И сегодня. А что вот помогало поддерживать мужество, героизм, дух? Вот так. Вот так. Командир-то. Подключитель. Да. Он людей веселит. Он и ведёт. Всё. И поддерживает дисциплину. Вот так. Дисциплину поддерживает. И всё. Не даёт. Ах, Бог. Там некому. Смотри. А вот Вы слышали речь Молотова в 41-м году, 22-го июня? В 42-го, в 41-м году я Молотой был. Сталин был. Сталин был. А вот Сталин слышали? Да. Сталин слышали. И какое впечатление произвело нам? Ну всё. Мы кричали победим. И победили. Мы победим. Почему? Потому что мы знали, что наши силы есть. Техника и живая сила. А вот техники хватало? Вот как Вы её оценивали? Техники хватало. И кто был… И обеспечили хорошо. Ну… Имеет. Ух, да. Имеет. 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 А была? За стороны союзников, СССР? Как Вы ощущали пристёиком? Союзников? Самустрой. Казалось. Союзники все, укрикали сегодня. Игорь Захватингов из Запада и его войск сказали против нас. А наши кто были? Американцы, англичане там второй фронт открыли, они там, с другой стороны, а с этой стороны освободить территорию России. Наш только армию терпел. Под Москвой сбили потом, под Сталинградом, плен так легко, что взяли военнопленные. А Вы сами были в плену? В плену нет. А Ваши близкие или товарищи? Нет. Блин, у нас сейчас строго гвардейский дух. Я ни в коем случае не сдавался. А вот видели немцев? Вот. У них за 8 лет надоело меня эти боицы. И какое Ваше отношение к ним? Какое отношение? Фашисты и есть фашисты. Военнопленных охраняли после войны. Вот эти, что плен взяли, фашистов, и его охраняли. На Дальнем Востоке потом с Японии война утром, скажу. Но за мне долго разгромили кварталовские армии. Вот там американцы были в этой портатуре. Вот там, да, американцев видел, да, солдаты. А вот на фронте были люди разных националистов. А вот как отношения складывались? Разные были чуваши и татары. Нет. Кто только не был, да? А что объединяло вот международным? Нет, все объединяло. Приказ министерства и ворон взять, защищать Родину. Призывали, не спрашивали ты чуваши или ты татарын или кто. Все. Взять и все. Страна государства требовала на защиту. Пошли, пошли, надо идти. А кто будет всю Родину защищать? Один откажет, другой откажет. А мне вот кажется. А вот как воспринимали то, что Красная Армия вначале пришлось отступать? Были ли сомнения в победе тогда? Знали мы это с самого начала. Посмотрели, видели. Я с самого начала войны не был, но под конец знали, что мы победим. С самого начала я в 1941-1942 год не служил. А слышали о положении под Москвой тогда, в 1941 году? А вот там воевали кадровики. И как Вы принимали то, что молодёжь? Все молодёжь туда, здоровых туда взяли. Она с антропуты. Под конец 1926 года. А Вы можете рассказать о своих командирах, полководцах, что помните? Звать, что ли? Ну, как зовут, да. Ким? Воспоминания. Насил я помадил с нами юмусов. Кто наиболее запомнил? Обмирал. Ну, то он. Поиски к чему. По-косовски. Торбухин. Ну, ну, не забыл же это. Чем-то я знаю. Отсколь я его поймал. Одни выходят, другие приходят. Командир из своего рода. Конечно, он не забыл. Вот просто со мной. Тунгняк моё. Охот. С нашей батарённым командой. Гвардей. Твардей майор. Тунгняк. Охот. А какие минуты, войны были для вас самыми трудными? Трудными? Опасными? Ну, это на каждом часу. Сейчас налетят 20-15 самолётов. Вот тебе помят, косы. Вот тут. Куда делаться? Землю докроются. Траншеи, где кто, куда-то надо строить. А были ли радостные события? Радостные. Радость не будет. Радость там не видела. Вот это там, водооборотник, водосты, куда посетили видеть. не попадут, мёстерка не допускают и, помолодаясь маленько, рано ревашистов, их убиваем и в какой-то сеглопаемке с ней отбираются. И так происходилось. Каково было ваше отношение к личности Сталина и ваших сослуживцев? К немцам? Нет, к Сталину. Сейчас просто много... Сталин был, командовал, будь здоров. А если бы Сталин не сумел, то, конечно, дерзал народа. Он не знает, кто не подчинялся, так тем наказывал, он крепко. Ведь Сибирь был забит. Говорится, вы чё? А кого убивал, кого и чего? Он не разбирал. А вы верите Богу? Нет. Я крест не ношу. И во фронте не ношу, и дома не ношу. Не мать, а мальчик была. Ага, верно. Ага, нет. А какую роль в развитии событий сыграл приказ наркома «Ни шагу назад»? Как он повлиял на вас? Мы всё понимали. Назад будем бежать. Вообще их убьют. Это же мы видим, что делают. Бульдозер, танк. Землю купает. Зад вперёд, толкает туда. И туда живых людей гнали. Наших детей, больших стариков не разбирали. Кто дает, кто и чего. А потом в обратную сторону этой земли живых болел. Оттуда он не вылезет. Вот это я видел сам. Вот такие страшные были. Живые люди оттуда гонят, не хочется, толкают, сопротивляют. Вот живыми едут. Землю вальд, а куда девать под землёй? Задыхнуть и ничего. Живыми закупал. Немец. А вот во время отступления были встречи с населением? Что наиболее запомнилось вам? Просто во время пребывания префронтовых населённых пунктов, где и когда это было? В 1944 году население. Я населился и воевал там. Народ, конечно, у нас народ паника была и маленькая. Кто это? Кто это? Сюда в Россию едет? Кто это? Пусть убьёт, никуда не пойдём в свой родом. А дома бомблят, а куда деваться? Хочешь, не хочешь придётся идти. Эвакуировали людей много. Раньше. А куда не ушёл так? Там мемцы. Партизаны уходили. Чё-то, чё-то куда не было. Сарман такая. Люди, женщины. Воевали тоже. Убивать-то его убьётся. Берёт оружие и тоже воевает. Мужиками. Партизанами. Чё-то, книгу. Всё. Всё не рассказывается. Победили мы. Ну, чё-то. Немцы победили и Сан-Новая победили. А как встречали Вас в освобождённых городах? Очень хорошо. Что Вам запомнилось наиболее ярко? Последний кусок отдают. Чё-то? Ну, чё-то. Чё-то! И снял в чай, там не делишь? Чё-то. Чё-то так. Третий кусочек Чё-то так. Конечно. Может нам чая еду? Угу. Продолжение следует...